Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут только о самом интересном. В День защиты детей новоселами стали 17 воспитанников детских домов. В Караганду посетил президент Латвии. В Караганде в Международный день защиты детей новоселами стали 17 воспитанников детских домов. Ключи от благоустроенных квартир счастливцам вручил Аким Карагандинской области Баужан Абдишев. 1 июня Аким области Баужан Абдишев в торжественной обстановке вручил ключи от 17 благоустроенных квартир бывшим воспитанникам детских домов региона. Все они получили образование, нашли свое место в жизни, а теперь решился вопрос и с жильем. По информации властей, на реконструкцию здания бывшей поликлиники в 19 микрорайоне Майкудука Караганды и обустройство квартир было выделено 114 миллионов тенге. Для бывших детдомовцев, получивших собственное жилье, этот день стал самым счастливым. Они получили не только квартиры, но и прекрасно оборудованный двор со спортивными площадками и зонами отдыха. Теперь можно и о семейной жизни думать, не только как о планах на будущее, а вполне реально. Вручение ключей проходило торжественно. По поручению главы государства реализуется комплексный план по обеспечению жильем детей-сирот нашей области. Сегодня это в рамках той большой программы, которая реализуется в области. У нас строятся молодежные дома, дома юниорств, в которых проживает более 400 детей. Сегодня продолжается той большой работой. Волнения у новоселов были нешуточные. Эмоции перехватывали дыхание, глаза были на мокром месте. Для бывшего детдомовца получить квартиру – это не просто счастье, а порой смысл жизни. Ведь им приходится начинать взрослую жизнь с нуля. И опереться можно только на себя. Добрый день. Сегодня по-настоящему очень счастливый день. Я лично 9 лет ждала этот день. Вот он, торжественный момент. За Акимом области Бауржаном Абдишевым в свои новые квартиры отправились и новоселы. Бауржан Абдишев, конечно, самый почетный гость, но и придирчивый оценщик работы строителей. Уютно, чисто, даже есть мебель. Живи – не хочу. У меня нет чувства описать, чего сейчас я испытываю. Это теперь наш дом, мой дом. Хочу спасибо сказать моей бабушке, которая меня воспитала. Она с 9 месяцев меня воспитывала. Где-то 4 года я потеряла моего отца. И как бы они не могут сейчас быть со мной рядом. Я рада, что мой дом был. Бабушка. Спасибо всем огромное. Новые хозяева 17 квартир тут же начались озеленением дворовой территории. Было высажено 17 персональных сосенок. Тон в этой работе задал Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев. А потом жители Новоселы поговорили с Акимом по душам. Что всех волнует? Чистота, коммунальные услуги, реорганизация ЖКХ. На все вопросы Бауржан Абдишев дал обстоятельные ответы. Он посмотрел, как работает дворовый клуб. Познакомился с воспитателями и ребятишками. В Карагандинской области действует комплексный план по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2011-2013 годы. За два года реализации этого плана квартиры получили 159 граждан этой категории. А в текущем году планируется выделить еще 118 квартир. Сергей Высокозов, Марат Куртеев, Первый, Карагандинский. В этот же день во дворце детей и юношества глава региона Бауржан Абдишев встретился с выпускниками детских домов области. Подобная встреча проводится впервые. На нее были приглашены ректоры вузов, представители молодежных организаций. Девять классов вы закончили, хотите поступать в колледж, вы учитесь в колледже, бесплатно обучаетесь, проживаете. Вот это все обеспечивается за счет областного бюджета 2,3 десятка. Кроме этого, кроме этого, вы знаете, стипендиальный фонд составляет 386 миллионов денег, которые мы дадаем всем, кто учится в колледже. На встрече Бауржан Абдишев рассказал ребятам о государственной программе по поддержке выпускников детских домов. В области разработана программа, которая будет включать в себя широкий круг вопросов. В текущем году выделяется 160 образовательных грантов Акима области для обучения в колледжах и 40 грантов для обучения в высших учебных заведениях, сказал Бауржан Абдишев на встрече. Для получения грантов необходимо набрать не менее 50 баллов на ЕНТ и успешно сдать вступительные экзамены в колледже, пояснил он. Ребята с удовольствием рассказали о своих планах на будущее, делились мечтами. Перед выпускниками выступили и их старшие товарищи, которые уже добились определенных успехов в жизни. Бауржан Абдишев предложил создать ассоциацию воспитанников детских домов для оказания помощи при выходе из детского дома. Аким области также сообщил, что пять лучших выпускников детских домов, выбравших технические специальности, в качестве поощрения этим летом пройдут обучение в германской компании «Лукас Нуля». По его словам, после окончания колледжа эти ребята будут работать на новом заводе казахстанской компании «Лидес ЛТД» по выпуску интерактивного обучающего оборудования. Я, конечно, рад выучиться там, приехать сюда, получить свою профессию и работать на электрогазосварщиках. Аким области в ходе беседы отметил, что местными органами власти намечается создание службы по сопровождению социальной адаптации выпускников детских домов при Центре молодежных инициатив Управления по делам молодежной политики. Кроме того, власти намерены разработать программу по поддержке одаренных детей, воспитанников детских домов. Также планируется создание этнолагеря для отдыха детей-сирот в летний период. Присутствующим на встрече воспитанникам детских домов с напутственными словами были подарены планшеты. И, конечно, фотография на память. Сергей Высокосов, Марат Култеев, Первый, Карагандинский. Визит на высшем уровне. Караганду посетил президент Латвии Андрис Берзинш, прибывший в Казахстан с официальным визитом. Глава Латвийской республики открыл на Спасском мемориальном комплексе памятник латышам, жертвам политических репрессий. В создании монумента приняли участие посольство Латвии в Казахстане и Латвийское общество политических репрессированных. Автором памятника стал скульптор Паус Яунземс, а изготовили его карагандинские мастера. На церемонию открытия монумента прибыла многочисленная латвийская делегация. Нужно отметить, что в Казахстан они привезли землю с берега реки Доугава. Это судьбоносная река для латышского народа. После окончания церемонии открытия землю рассыпали вокруг памятного камня. Согласно данным, в период репрессий в карагандинских лагерях находилось более тысячи латышей. Сегодняшнее мероприятие для Латвии очень-очень важное. Все-таки мы всегда были между большими. Эта история, так же, как в вашем стране, в вашей стране, но была не всегда счастлива. Мы должны делать все, чтобы такое не повторилось. Карагандинцы приглашают принять участие в велопробеге ко Дню государственных символов Республики Казахстан. Старт будет дан завтра, 4 июня, в 11 часов утра на площади перед Ледовым дворцом Караганда-арена. Депутаты в гости к многодетным семьям. В День защиты детей народные избранники поздравили детей и матерей, обладательниц Кумыс и Алтыналка. Заглянули на праздничный Дастархан депутаты не с пустыми руками. Подробности в следующем репортаже. Мамам цветы и бытовую технику, детям фрукты и другие гостиницы. Народные избранники в День защиты детей посетили несколько многодетных семей. Ирине Шабалиной нет и 40, а женщина может гордиться 8 детьми. В марте она удостоилась награды – подвески Алтыналка. Ирина – продавец, зарплата у нее небольшая, помогают дети, что постарше. Но не финансовое благополучие главное семье Шабалиных. Важнее жить в мире и согласии, говорит многодетная мама. Я хочу, чтобы дети были дружные, самое главное – дружба. Дружба, уважение друг к другу, вот это вот самое главное. У вас получается? Получается, да. Ну, дети как-то друг друга очень уважают, любят, помогают друг другу. Алия Утибаева сегодня тоже приняла в своем доме депутатов городского Маслехата. Обладательница Кумы Салка к визиту народных избранников готовилась, накрыла Дастархан. Мать шестерых детей делится. Иметь большую семью – большое счастье. У меня пять девочек и один мальчик. Дети послушные, по дому помогают. Я смело могу назвать себя счастливой мамой. Спасибо депутатам, что приехали, поздравили с праздником, да еще и подарки подарили. Очень приятно. Сегодня в день защиты детей мы выехали по адресам многодетных матерей, которые имеют Алкналка, Акмусалка. Это наша традиция, не только традиция, это наш долг, я считаю. Поэтому во всех праздниках мы поздравляем жителей, избирателей нашего города. Посетили в этот день и многодетную семью Дмитриевых, живущую в не самых благоприятных условиях. В доме, где проживают шестеро детей, нет воды. Мать семейства Валентина Дмитриева рассказывает, что в районном Акимате ей в помощи отказали. А сказали так, нарожали детей, проводите воду сами. Я не прошу канализацию, я попросила одну воду. Помочь просто провести именно до калитки. Шесть детей постирать, эту воду надо занести, нагреть и вынести. Но многодетная семья, несмотря на трудности, не отчаивается. Главное, что дети живы и здоровы. Ирина Камышова, Жасулана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Привемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Первый летний день Караганда отметила детским праздником. Международный день защиты детей улицы города заполнились улыбками и смехом ребятней всех возрастов. Взрослые постарались на славу. Корреспонденты Первого Карагандинского увидели все своими глазами. Площадь перед бегопарком была заполнена детворой с утра и до положенного срока гуляния на улице. Мамы и папы только успевали крутить головами, следя за своими отпрысками. Как бы те не потерялись. И не мудрено. Столько интересного вокруг. Шары, шарики, сладкая вата – это только прелюдия. Ростовые куклы были центром внимания ребятни. Они водили хороводы, играли в паровозики. А клоуны… Кто же не улыбнется, просто посмотрев на этих озорных чудаков. Бегопарк – это огромный развлекательный комплекс. Устроил такой замечательный праздник. Созвал вот клоунов, ростовых кукол. Это самый прекрасный день, я думаю, для деток. Очень запомнится. Несмотря даже на погодные условия, детки счастливые, довольные, радостные. Каждый праздник имеет свою изюминку – сюрприз. Таким сюрпризом остала безвозмездная, как поговаривала мудрая сова из Винни-Пуха, раздача растишки и очень полезных соков. А все это придумала компания организаторов «Бегопарк». «Бегопарк» поздравляет всех детей с Днем защиты детей. Дарить им бесплатные шары, раздают. Также представления, конкурсы, игры, чтобы все дети наши всегда радовались. Также бесплатные йогурты, напитки, чтобы всегда дети у нас были жизнерадостными, веселыми. Мелкий дождик не стал помехой празднику. Его просто никто не замечал. Лето началось. Пора солнца, забав, отдыха. В общем, раздолье детворе. Сергей Высокозов, Марат Куртеев, Первый Каргандинский. Киндер-шоу по-карагандински. Филиал банка РБК организоват для маленьких жителей города яркий концерт и разыграл ценные призы ко Дню защиты детей. Детей развлекали сказочные персонажи и творческие коллективы. День защиты детей с банком РБК. В субботу перед торговым домом Сити Мол развернулось красочное шоу. Танцы, песни и яркие постановки для самых маленьких карагандинцев. Дети принимали активное участие в играх с артистами. По соседству мастера накладывали желающим аквагрим, а юные художники рисовали мелом на асфальте. А главное, каждый пришедший ребенок получил в этот день бесплатное мороженое. Банк РБК, следуя своим традициям, сегодня проводит акцию в торговом доме, в торговом развлекательном центре Сити Мол, акцию, посвященную Дню защиты детей. Ну, что мы хотим пожелать? Прежде всего, здоровья, счастья, чтобы дети за лето отдохнули, подготовились к учебному году. Всех благ им. А тот, кто приобрел в торгово-развлекательном центре товар со скидкой 20%, мог участвовать в розыгрыше призов. Победители ждали велосипеды, канцелярские принадлежности и фирменные футболки от Банка РБК. Отличное настроение на весь день пришедшим было обеспечено. Я пришла с своим братиком, с родителями. Молодец, хорошо. Очень прекрасный праздник. Как тебя зовут? День детей. Мудрость. Бабушке особенно, это очень такой праздник. Чего пожелаю всем детям мира, счастья, здоровья, чтобы они никогда не болели, чтобы росли они достойными казахстанцами. День защиты детей с натяжи. Молочная фабрика пригласила к себе на праздник маленьких карагандинцев. Развлекали детей клоуны, фокусники, танцоры и волшебный парашют. Подробности у нашего корреспондента. Компания «Натяжи» уже не в первый год организовывает для детей сотрудников компании праздник «Ко дню защиты детей». Кстати, выступают не только профессиональные артисты, но и сами работники фабрики. В этот день они перевоплотились в любимых сказочных героев малышей. Торжественное мероприятие открыл генеральный директор компании «Натяжи» Ерлана Шимов. Дети наши любимые, мы вас с удовольствием поздравляем с сегодняшним праздником. Мы специально пригласили на этот праздник на свой завод, на молочный завод, на молочный завод «Натяжи». Это завод, где работают ваши папы и мамы, дедушки и бабушки. Мы хотим, чтобы вы посмотрели, где они работают, чтобы вы посмотрели, как делаются йогурт и снежок. От начала до конца детей развлекали нарядные клоуны. Главной фишкой на празднике был приглашенный фокусник. На него и дети, и взрослые смотрели, удивленно раскрыв рот. Ловким движением руки он сумел вытащить из видеокамеры оператора первого карагандинского шарик. Детей разукрашивали аквагримом. Желающие могли разрисовать асфальт разноцветным мелками. В праздник сопровождали танцы и игры. Ребят научили играть национальную, но, к сожалению, забытую поколением игру – асики. Словом, и дети, и взрослые остались довольны гулянием. Таких много развлечений, и что у нас тут приехали много взрослых. И мне нравится, что тут все, и что покажут мамину работу, и что тут все классно. Праздник прошел отлично. Спасибо нашему руководству, что каждый год созрели. Организовываю для детей праздник. Детям всем нравится. Со своим сюрпризом приехала команда социального проекта «Оинбас» из Тимирта. Мы приехали с различными станциями, игровым парашютом. Через несколько минут вы увидите наше разноцветное полотно, которое объединяет и дарит улыбки всем детям и взрослым. Самой счастливой в этот день была дочь одной из сотрудниц фабрики, страдающей ДЦП. Руководство компании «Натиже» подарило ей инвалидную коляску, чтобы девочка смогла самостоятельно передвигаться. Амина Смакова, Ужас Кабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Ко дню защиты детей спонсоры расторали, чтобы все ребятишки не остались без подарков и праздничного настроения. Многочисленные гости посетили и детский дом «Куланшак». На улицах и площадях Караганды ребятишки стали главными героями праздничных мероприятий. Особое отношение к детям, оставшимся без попечения родителей. В гости к воспитанникам детского дома «Куланшак» пришли и студенты колледжа «Балашак», и представители областной мечети и фирмы «Бамбино». Как поднять настроение в такой день? Вниманием и заботой. Да еще воздушными шарами и, конечно, разными вкусностями. Настоящее шествие организовали взрослые в «Куланшаке». Каждый ребенок получил мороженое, вкусные напитки и, конечно, улыбки. Так важно знать, что ты не одинок, что о тебе знают и заботятся. Наша компания «Бамбино» совместно с Джасутаном решили в второй праздничный день поздравить детей детского дома и предоставить им наши шары и наше вкусное мороженое. Надеемся, что, конечно, мы их порадовали. Студенты колледжа «Балашак» развлекали детей от души. Получился настоящий праздничный концерт. В «Куланшаке» воспитывается 154 ребенка, оставшихся без попечения родителей от 4 до 18 лет. 23 первоклассника собираются идти в этом году в школу. Им работники областной мечети подарили школьные принадлежности. В школе я буду рисовать, писать. Детские сердца восприимчивы к доброте, а тут такие подарки. Здесь очень хорошие воспитатели и дети все воспитанные. С радостью смотрим на них. Дети – наше будущее, и если молодежь станет уделять им столько внимания, мы построим будущее. Детский дом «Куланшак» имеет 65-летнюю историю. Воспитатели уверены, что их дети станут настоящими людьми. Впереди у этих ребят нелегкая судьба. Им придется самостоятельно прокладывать дорогу в жизни. Важно вселить в них уверенность, чтобы они твердо шагали по земле. Сергей Высокозов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Стране нужны твои идеи. В Караганде началась подготовка к республиканскому конкурсу инновационных бизнес-планов. Его цель – стимулировать инновационную активность населения и пропаганда инновационного предпринимательства. 31 мая в Караганду прибыл агитационный автобус. «Инновационный форсаж» – это ведущий конкурс в Казахстане в области популяризации инновационной деятельности. Организатор – Национальное агентство по технологическому развитию при поддержке Мининдустрии и новых технологий. Главный герой – автор уникальной инновационной идеи. Согласно правилам, из общего пула поступивших заявок отбираются 15 лучших проектов. Авторы этих проектов автоматически становятся участниками телешоу. Организаторами на сегодня рассмотрено более 2,5 тысяч заявок. Получили поддержку 520 проектов. Усилия организаторов будут направлены на то, чтобы помочь конкурсантам реализовать свой проект. Победитель конкурса получит грант в размере 7,5 миллионов тенге. У нас в регионе очень хорошая база. С одной стороны, научная база, которая представлена вузами, представлена научно-исследовательскими институтами. У нас есть инженерную консалтинговую компанию, которые могут оказать непосредственно проектированные разработки. И, соответственно, есть промышленные площадки, промышленные предприятия, у которых могут поставлять с одной стороны сырье, и которые могут с другой стороны быть потребителями ваших продукций. С новостями спорта вас познакомит Берик Апаров. Он уже в студии. Берик, здравствуй. Спасибо, Ирина. О том, как спортивная Караганда провела День защиты детей через несколько секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. 1 июня на площади Ледового дворца Караганды-Арена прошли массовые мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Открывала праздник здоровья региональная туристская выставка. Детский отдых и отдых с детьми. Именно под этим девизом проходила выставка. В мероприятии участвовали представители туристических фирм, санитарно-оздоровительных учреждений, гостиниц. Вход и участие были абсолютно бесплатными. Это ежегодное областное мероприятие, где принимают участие наши туристические фирмы, туристические организации, гостиницы, санаторно-оздоровительные учреждения, районы наши, то есть национальные природные парки. То есть все, скажем так, субъекты туриндустрии. Сразу по окончании выставки началась вторая часть праздника. Фестиваль спорта и здоровья собрал десятки участников со всего региона, которые соревновались в авиамоделировании, конкурсе воздушных змеев и других дисциплинах активного семейного отдыха. Множество участников со всей области посетили праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. Профессионалы своего дела и просто любители соревновались в абсолютно разных видах спорта, среди которых были авиамодельный спорт, мини-футбол, граффити, стритбол и многое другое. Казахша-курес – это спорт наших предков. Все казахские дети должны заниматься этим видом спорта. Я сам, Жанна Аркину, занимаюсь в Караганде. Нашу молодежь должны привлекать к этому спорту. Всего в мае прошло 69 мероприятий, в том числе 12 областных, 39 республиканских и 18 международных. В соревнованиях приняли участие 1764 человека. Завоевано 828 призовых мест. Из них 289 первых, 235 вторых и 304 третьих места. На этом у меня все. Ирина, слово тебе. Спасибо, Берек. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау, Болонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин